В библиотеке посёлка Развилка каждый год проводится конкурс «Самый читающий класс». Этот год не стал исключением. Ребята начальных классов соревнуются в знаниях. Первый этап конкурса под названием «Памятники животным» уже завершился, а на днях состоялся второй этап. Чему же он был посвящён, вы узнаете из материала Ларисы Вольновой. Третий В-класс Развилковской средней школы очень любит участвовать в конкурсе «Самый читающий класс». В прошлом году ребята заняли по его итогам второе место, а помогло им в этом любимое занятие – чтение. В этом году учащиеся нацелились на первое место. Мои одноклассники чаще стали ходить в библиотеку, читать разные интересные книжки. Успешно пройдя первый тур конкурса, Третий В готовился к следующему. Второй этап посвящён памятникам литературным героям. Ребята сами искали памятники этим литературным героям, но не так просто найти. Нужно же прочитать книги для того, чтобы знать литературных героев. Очень большое количество нашли памятников. Вы знаете, я даже была удивлена в какой-то степени, что у меня дети так много знают и читают. Сотрудники библиотеки подготовили для детей интерактивную программу. Этот класс очень всегда хорошо подготовлен, много любит читать. Они все у нас практически записаны, наши читатели, и маленькие даже родители. Учащиеся с большим интересом смотрели презентацию, отвечали на вопросы викторины и рассказывали о любимых персонажах. Винни-Пух, Пятачок, Кот-учёный, Золотая рыбка, Царевна-лягушка. Как много памятников литературным героям. Мне очень нравится автор Корнея Иванович Чайковский. И я приготовила памятник Мой Дадыру из его произведения. Я сделала памятник барону Мюнхгаузенгу. Он очень интересный, у него есть сказка. Как он рассказывает, в каких подвигах он участвовал. Виталий Бианки, Николай Носов, Корней Чуковский. Благодаря книгам детских писателей, юные читатели отправляются в увлекательные путешествия, знакомятся со сказочными героями, учатся на их примерах. У меня есть одна любимая басня «Слон и моська». Мы её как раз проходим. В общем, моська, она очень маленькая собачка, и лает на такого большого слона. А зачем? Если она его меньше, это всё равно, что в университете есть человек высшего уровня, а есть нижего. И ниже будет бороться с высшим. Получается, выиграет, конечно же, высший. Вот надо стремиться, чтобы ты был лучше и был со всеми наравне. Вот что, мне кажется, надо из этого отрезать. Я вот много читаю, читаю русские сказки Александра Сергеевича Пушкина, сказка царя Салтане о сыне его славного и могучем богатыря, князя Гведоне Салтановича и прекрасной царевне Лебедя, о попе и работнике его Балде, сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. Кроме того, что самим ребятам очень нравится читать, это ещё расширяет их кругозор. Нам, как родителям, очень приятно видеть, что наши дети очень часто посещают библиотеку, они становятся более начитанными, их речь обогащается за счёт того, что они читают и не проводят время на улице, а заняты полезным делом. С этих пор братья стали жить вместе, под одной крышей. Вот и всё, что мы знаем про трёх маленьких поросят. Ниф-нифа, Нуф-нуфа и Наф-нафа. Книга «Лучший друг ты мой» Мне так радостно с тобой. Я люблю тебя читать, думать, мыслить и мечтать. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.